Всем привет, мои дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Флеер, а также хочу вас поздравить с Хэллоуином. Так вышло, что я довольно плохо записал приветствие, поэтому я захотел повторить это и перезаписать его прямо сейчас. В общем, сегодня я буду делать видео касательно такого проекта, как Протовеб. Проект Протовеб позволяет вам смотреть страницы, которые были сохранены во времени, тем же Wayback Machine. Однако проект Протовеб постарается восстановить абсолютно все то, что не смог восстановить веб-архив. Ибо если вы зайдете в веб-архив, например, зайдете на какую-нибудь веб-страничку, то вы явно увидите то, что какие-то элементы там попросту отсутствуют. Как, например, фотографии. Здесь же такого не будет. Самое интересное, это то, что этот веб-сайт имеет рабочие FTP-сервера. То есть вы можете скачивать файлы. И что еще интересно, там есть рабочее радио и не только. Поэтому все это вы увидите в этом видео. Погнали! Как вы можете увидеть, у меня есть Snapster. Зачем? Потому что, well, вы узнаете скоро, в чем прикол. Значит, заходим на Skip Navigator, в котором я настроил данную прокси. И если кому-то интересно, я вам сейчас покажу текущий, получается, порт, который используется, а также текущий IP-адрес. Это вполне может все измениться через время, поэтому я прикреплю ссылочку на сайт в описании, чтобы, если что, вы знали про изменения. Однако, на данный момент ссылка это wayback.proto.web.org, порт 7851. Я советую вам обязательно ставить HTTP-прокси, конечно же, и FTP-прокси. Вы скоро поймете, в чем как раз-таки идет прикол с Napster, при чем тут FTP. Как вы можете увидеть, мы находимся в Гугле. Однако, копирайт какого года? И, в принципе, дизайн веб-сайта выглядит немного по-старому. И как работает этот Гугл? Он ищет по результатам тех веб-сайтов, которые есть здесь. То есть, которая находится в сети протовеба. Допустим, мы напишем просто Napster, да? И теперь, как мы можем увидеть, нам уже дают возможность зайти на вот этот веб-сайт. И как мы можем увидеть, копирайт 1999 по 2000 год. И нам позволяют скачать Napster, который уже давно как бы умер, по сути. Если же мы попробуем его скачать. Как мы можем увидеть, нам по-реальному дают сохранить файл. То есть, это означает, что здесь реально работает NFT-система. Давайте, допустим, попробуем открыть это дело. И как мы можем увидеть, у нас реально открывается установщик Napster. То есть, здесь реально рабочие FTP-сервера. Что лично для меня удивительно. В принципе, здесь также есть веб-страничка, которую они сами создали под названием Inno.com. Которая позволяет нам посмотреть на некоторые веб-сайты, которые здесь присутствуют. Собственно говоря, тыквы здесь, потому что сейчас Хэллоуин на момент, когда я снимаю это видео. Однако, нам, в принципе, позволяет здесь посмотреть на то, какие здесь есть веб-странички. И какие, считай, самые популярные на данный момент. Те, которые имеют вещи, которые обновляются в прямом эфире. К этому мы вернемся чуть попозже. Поисковики. Они все работают одинаково. А Коми-серч, как я понимаю, это они создали типа своего поиска. Ну, и, в принципе, полный лист восстановленных веб-сайтов. На этом мы лезть не будем. Я хочу взять маленький обзор. Поэтому давайте просто сейчас зайдем, например, на веб-страничку Netscape. Как мы можем увидеть, здесь все прогружается. Даже вот такое. И если вы думаете, что, мол, типа, это потому, что это не так веб-сайт хорошо установили, бла-бла-бла. Поверьте мне на слово, они здесь старались даже над рекламами. Нет, это не шутка. В принципе, что у нас есть еще здесь такого интересного, что можно показать. Вот давайте зайдем в dictionary.com, который нам показывает, в принципе, словарь. И как мы можем видеть, здесь идет реклама Netscape, на которую, если мы зайдем, то, I guess, ничего не происходит. Well. Это немного разочаровывает, но ничего страшного. Теперь давайте мы в словаре попробуем найти какое-нибудь слово. Я не знаю, так как меню пускает, это старт. Давайте найдем слово старт. Итак, пожалуйста, вот. И как мы можем видеть, Source у нас идет с копирайтом 2023 года. То есть он это ищет на основе настоящих, считай, сегодняшних результатов. Я также решил продемонстрировать вам на основе настоящего браузера. Давайте введем сейчас dictionary.com. И давайте опять напишем старт. Только уже на сегодняшней версии веб-сайта. И, well, немного отличий мы, естественно, найдем, потому что сам по себе веб-сайт отличается. Однако, в принципе, результаты абсолютно те же. Поэтому, да, я считаю, что мы можем продвигаться. И что мы еще можем увидеть? Shoutcast. Shoutcast это, в принципе, так скажем, веб-сайт. Ибо у них есть и программа, как я знаю, которая позволяет слушать радио в прямом эфире. И если у вас есть VNAMP на данном компьютере, который, как вы можете увидеть, у меня присутствует, мы можем спокойно тюниться к этим радио. То есть, допустим, заходим вот на антенну рока. Что? Итак. Оно работает. И, возможно, вы ничего не удивитесь. Типа, ну, оно работает, оно берет с какой-то старой датабазы. Нифига подобного. Теперь врубаем абсолютно ту же антенну. Все, та же песня. Имя песни совпадает. Возможно, скорость как-то стоит или что-то в том роде. Однако, это абсолютно тоже радио. Что лично для меня звучит немного проклято. Предлагаю поиграть в RunScape. Давайте попробуем воспользоваться все же интернет-эксплорером. Я вообще не имею понятия, что это за игра. Однако, ну, она старая. Поэтому, почему бы не попробовать в нее поиграть? Поиграть. Джаба у меня установлена, поэтому у меня все должно работать. Мне, значит, надо выбрать мир. Давайте выберем мир в Британии. Второй, допустим. Итак. Вот она запускается, Джаба. Интересно. Так, теперь мы можем выбрать персонажа, что я не буду делать. И... Как мы можем увидеть... Эта игра работает. Значит, нас сейчас будут приветствовать. И, как я понимаю, учить играть в эту игру. Однако, честное слово... И мне страшно это делать, потому что... Эта игра выглядит слишком упоротой. Даже как для меня. Поэтому, я считаю, что, в принципе, с Ранскейпом можно на этом закончить. Теперь я вам просто хотел показать еще пару веб-сайтов. Именно то, как они выглядят здесь. Просто, чтобы вы примерно понимали. То, что это реально работает буквально на замечательно. Ибо, я понимаю, что я могу, знаете, где-то час бегать по буквально всем веб-страничкам. Однако, я уверен, что вам будет не сто интересно на это смотреть. Особенно, учитывая тот факт, что вы можете спокойно взять и просто зайти на своем компьютере. И насладиться этим же... Этим же экспириенсом уже самостоятельно. И вам это намного больше понравится. Однако, как мы можем увидеть... Если кто не понял, я использую Windows 98. И у нас открылась веб-страничка. Домашняя веб-страничка Windows 98. И... Для тех, кто не понял, здесь реально рабочие статьи. Вот, например, про 2000 год же. Раньше многие его боялись. Потому что, мол, типа, как компьютер это воспримет. Ибо, типа, что если компьютер подумал, что, типа, это не 2000 год, а 1900. И, типа, я точно не могу вам это объяснить. Ибо, для тех, кто не понял, я не король объяснений. Однако, грубо говоря, все боялись 2000 года. И тут у нас идет целая статья от Гордон Блэка. Жалко не от Гордон Фримена. Где, в принципе, нам объясняют всю эту ситуацию. Что, если нажать на заказать CD? Мне интересно, не сделали эту страничку или... Да! No way. Значит, выберите вашу страну. Ну, допустим, США. В принципе, я не в США, однако... И я не думаю, что это большая проблема. Боже мой, bonzi.com. Yes, please! О-хо-хо-хо-хо-хо! Как думаете, мы сможем скачать этот... Ой, нет. Ой, нет. Мы сейчас сканчиваем bonzi-buddy. Ой, нет. Итак, друзья, походу у нас плюс один спайвер. Прекрасно. Я думал, что, в принципе, после установки bonzi-buddy мы можем закончить это видео, потому что... Well, мы уже установили спайвер. Разве это не прекрасно? Well, hello there. I don't believe we've been properly introduced. I'm TV. What is your name? Well, у нас загрузился, и здесь почему-то у нас спиди идет вместо... ...великой гориллы. Однако, ничего страшного. Давайте введем наше имя. Flair. Nice to meet you, Flair. T'a тоже, братан. Since this is the first time we have met, I like to tell you all about myself. Okay, great. Now, let's take a quick look at one of my favorite places in the world. You guessed it. It's my home. This is one of my favorite places to be. I live at www.bomzi.com. From my home, you can access all sorts of useful stuff. Local world news, weather, sports, stock quotes, portcups, games, options, classifies. Сейчас проверим. Нет, тут Amazon.com. Интересно. Да, ребята, он сказал все правильно. Спасибо за ваш просмотр. Не забывайте комментировать. Не забывайте... Не забывать. И спасибо вам еще раз за просмотр. И всем пока-пока. У-у-у-у-у-у. Продолжение следует...